Здравствуйте, любимые мои! Я очень счастлива видеть вас на моём канале Вселенная Таро. С вами Наталья, ваш любимый Таролог. Сегодня мы посмотрим, что вам хотят срочно передать высшие силы. Прямо вот послание, причём это послание для кого-то проиграется от высших сил, для кого-то от предков рода, для кого-то, может быть, от тех, кто ушёл, от ваших близких, и они хотят передать. Я не буду здесь ограничивать мироздание. Суть — это послание для вас, для тебя, от того, кто знает, что тебе сейчас очень важно, очень нужно знать. И если ты смотришь это видео, значит, тебе необходимо услышать, узнать это послание. Ну, будем считать, что от высших сил, да, но ещё раз говорю, я сегодня не ограничиваю, потому что очень широкий, широкий какой-то канал. Я не могу это объяснить. Ну, давайте смотреть. Здесь смысла нет делать сигнификацию, потому что этот расклад подходит для всех. Просто настраивайтесь на расклад. И послание, послание для тебя. Кто-то сейчас грустит из вас, сидит в одиночестве, в ожидании, в ожидании даров сверху, вот в ожидании буквально этого послания, того, что, видите, придёт кто-то свыше, сверху, и облагодетельствует, принесёт дары, принесёт помощь, подскажет, может быть, нужное слово в нужный момент, руку поддержки. Вот вы сидите вот так вот, да, в грусти и ждёте этого. И после вот прихода вот этого послания, да, буквально, вы видите, высшие силы сразу говорят, что ты сидишь, грустишь, приходят послания, приходит дар, приходит помощь, и дальше вы становитесь, посмотрите, королевой Пентакли, ресурсной, прекрасной, божественной, для кого-то статусной, замужней или мамой, или со своим доходом, со своим бизнесом, со своими возможностями, такая спокойная, уравновешенная, благочестивая, очень достойная. Ну, смотрите, многие из вас сейчас пойдут в обнуление по шуту. Ну, что такое обнуление? Когда вот всё, что было, да, всё, что приносило вот эту грусть, вот это одиночество, вот то, что ничего не происходит, всё это вы оставляете сзади. Всё это уже не актуально для вас. Да, оно было важно, да, это, возможно, какой-то важный и ценный период или момент вашей жизни, но он всё, он заканчивается, и ваша задача по шуту, по шуту-дураку буквально идти в новое ваше, в новое будущее, да. Что такое шут? Что такое дурак? Дурак ни на кого не обижается, дурак ни от кого ничего не ожидает, да. Он открыт, он свободен, он лёгок, он порой даже не знает, куда идёт. Вот он идёт только с собакой, с палкой и с бокалом или с чем-то тут, с цветочком. Всё. Зато он кайфует, посмотрите, в лёгкости, в радости, в ощущении себя, в слушании себя, в таком вот тотальном расслаблении, вере и надежде, наслаждении. Вот для вас это очень важно сейчас, поймать это состояние. Смотрите, сама карта перевернулась, восьмёрка пентаклей. Труд, труд, труд. Вам карты говорят, что да, возможно, вы очень много трудились, очень много работали, вот буквально ковали каждую вашу пентаклинку, да, каждую свою ценность, профессионализм, компетенции, возможности. Вы 24 на 7 трудились, вы просто вот так вот тут как-то выстукивали, да, свою жизнь. Но время пришло другое, время пришло обнуляться. Я, кстати, сегодня к великому моему огорчению потеряла одну мою серёжку, вот эту. Я посмотрю, конечно, завтра её в машине, но шансов мало. Вот так вот. Так, ещё что-то. Любимую, представляете, карта выпрыгнула, и она перевернулась сама. Она выпрыгнула из колоды и перевернулась. Ну, это карта тройка пентаклей, такая, знаете, причём в этой колоде она... Ну, мне она навевает грусть какую-то, да. Человек тоже трудится, трудится как-то в одиночке, пришёл старец и тоже что-то вот читает. Понимаете, тут всё послание, но пока что начало послания про то, что вы очень много трудились, вы очень много старались, вы пережили разочарование, вы пережили какую-то грусть, боль, ожидание. И приходят опять вот высшие силы, видите, снова. И вам что-то вот зачитывает буквально, какое-то послание по книге. А перевёрнутая она выпрыгнула, говорит о том, что всё, не надо уже стараться, не надо трудиться, не надо казаться, знаете, кем-то, да. Просто расслабься и послушай послание. Вот это. Видите, как всё вовремя мирозданием. Я удивляюсь порой. Ну и королева кубков, смотрите. Где ваша чувственность, где ваша нежность, где ваша ласка, где ваша забота, где ваша любовь прежде всего к себе и забота и трепетное и нежное отношение прежде всего к себе, да. Королева кубков, конечно же, сначала должна, и вообще женщина сначала, она любит себя, сначала она восхищается, вдохновляется собой, а потом вот на этой энергии, на энергии расслабления. Вот, ну не на такой же, правда, энергии, а вот на такой прекрасной энергии королева вдохновляет, воодушевляет своего любимого мужчину, который рядом, своих детей, свою семью. Наполняет вот этим вот чувственным, вкусной энергией, но сначала ей надо наполниться этой энергией самой. И вам это передаёт высшие силы, вот что вас ожидает. Так, у нас тут целая кучка выскочила. Значит, что у нас выскочило? Так, это у нас королева жезлов. Ну, смотрите, уже три королевы вышли, да? Королева жезлов. Страстная, огненная, яркая, прорывная, в которой есть энергия идти в новое, двигаться в какие-то проекты, в какое-то отношение в новое, в огонь. Ну, что ещё тут можно сказать? Посмотрите, она держит жезл, да? Рядом с ней мужчина всегда будет не только вдохновлён, да, но и возбуждён. Он всегда её желает, она всегда желанна, она всегда страсть вызывает в партнёре и в себе. И конец, посмотрите, выходит пятёрка кубков. Ну, карта, когда есть частичное разочарование, какая-то грустинка, но ещё и кубки наполнены. Но сразу за ней, вот они три карты, выпрыгнули сами. Королева жезлов, пятёрка кубков и императрица. Вы видите, вы через вот эту вот грусть отпустите уже всё это. На вас вышла королева пентаклик, королева кубков, королева жезлов. Смотрите. Три у меня просто в руки не влезают. Обнуление. И вот чуть-чуть ещё осталось. И как только вы проработаете вот эту грустинку, как только вы осознаете, что всё, что было, это, знаете, это как... Вот представь, вспомните, как вы ходите в кинотеатр. Вы пришли в кино, посмотрели фильм, но вы когда выходите, вы же потом ещё 10 лет не переживаете, что там было. Какая-то Маша там страдает по Пете или кто-то кого-то, не знаю, убил, ограбил или ещё что-то. Нет, вы посмотрели фильм, да, вы проиграли эти эмоции в моменте, пока вы смотрите в кинотеатре. А потом вы вышли, и у вас начинается другая жизнь. Так и тут. Вот ещё чуть-чуть, да, осознайте, что всё, что в прошлом, это просто вот это кино. Оно прошло, его нет уже. Всё, прошлого нет. Не страдайте по тому, чего нет. И вы тут же входите в императрицу. Ну, посмотрите, какая она прекрасная. Императрица олицетворяет себе все четыре самые лучшие качества королев. Императрица – это главная женщина, единственная, любимая. И рядом с ней, конечно, только император. И вот это вам передаёт высшие силы. Потому что если вы одиноки, если вы хотите сейчас, мечтаете, чтобы на ваш жизненный путь пришёл достойный мужчина, император, он может прийти только после того, как вы станете императрицей. Мироздание работает так. Сначала вы становитесь тем, кем вы хотите. Сначала вы… Что значит становитесь? Конечно, вы не можете стать императрицей без императора, но вы это состояние в себе поднимаете. Стать кем-то – это значит, вы настолько вдохновляетесь, настолько проживаете состояние, что вы буквально ощущаете, что вы императрица. Вы наполняете всех вокруг вас. Если дети появляются, любые, просто какие-то мимо идут. Может быть, вы работаете с детьми, детские садики, может быть, какие-то родственники, племянники, или у вас действительно есть дети. Вы им всегда помогаете, вы их поддерживаете, вы их наполняете. И всех мужчин, которые тоже попадаются на ваш жизненный путь – папа, бывшие какие-то, братья, коллеги по работе, просто проходящие мимо мужчины, и вы их тоже наполняете, вдохновляете. Ну как можно наполнить и вдохновить? Ну, например, вы выходите из транспорта, и вам какой-то незнакомый мужчина подаёт руку. И вот две реакции. Первая реакция – я сама с гордо поднятой головой, что это кто-то мне ещё подаёт голову. И тем самым вы себя опускаете, вы не даёте проявиться в вашей женской части. И вы унижаете тем самым мужчину, потому что мужчина проявил галантность, он проявил себя джентльменом. И когда он подаёт девушке руку, женщине руку, тем самым она признаёт – да, я слабее, да, я женщина. Но этим же она поднимает величие мужчины, говорит – а ты сильный, я тебя уважаю, я вижу в тебе эту силу. И второй сценарий – подаёт вам мужчину руку. И вы опираетесь на неё, выходите и говорите – благодарю вас, мой кавалер, мой джентльмен, это так приятно. И идёте дальше. Вас это ни к чему не обязывает. А он, вы представляете, он расправляет свою грудь, крылья, у него вырастают крылья. И он такой гордый, что он, понимаете, совершил настоящий джентльменский поступок. Идёт уже к своей половинке, да, или искать её. И так вы плюсуете свою женскую карму, так вы наращиваете в себе императрицу. И об этом ваше послание. Ещё что вам хотят передать высшие силы. Семёрка Пентакли. Вот смотрите, здесь уже, в этой колоде, уже сбор урожая, да? Вы уже буквально можете приступить к сбору урожая. Как только вы вот эту энергию в себе поднимаете, любимые мои, конечно, тут Таро не может показать вам время. Каждый из вас проживает вашу жизненную ситуацию с определённой скоростью. Кто-то огненные натуры, очень быстро, очень ярко. Кто-то Пентакливые, например, или водные, очень медленно, очень тягучи. Но, тем не менее, если вы двигаетесь по вот этому направлению и выполняете самые главные рекомендации, которые я вам даю, то вы неизбежно приходите к тому, что ваши ресурсы будут при вас. Да, здесь ещё придётся потрудиться, их надо ещё собрать и, видите, куда-то принести. Но это уже ваша корзинка, вы видите, она полностью наполнена Пентаклями, вашими ресурсами, и сзади их ещё очень много. Это говорит о том, что то, о чём вы мечтали, то, что вы взращивали, то, во что вы вкладывались, то, что вы ожидали, вот-вот уже на пороге. Уже можно собирать урожай. И я за вас очень рада. Ну и, конечно же, карта колесницы. А как ещё? Вы колесничьи своей жизнью, вы управляете своей жизнью. Вы чётко знаете, куда и как вы направляетесь и зачем. И это как раз-таки с карты скорости. Для кого-то может быть путешествие. Я через полторы недели отправляюсь в очередное путешествие на свой день рождения. Возможно, вы тоже куда-то поедете. Скоро будут майские праздники. И если вы даже никуда не едете, то ваша жизнь, она приобретёт совсем другой вкус, совсем другую скорость. С чего мы начинали? Хочу вам напомнить. Карта, когда ничего не происходит, вы сидите грустите. Потом смотрите, шут обнуление. Вот шут обнуление. И вот вы уже колесничий, вы уже управляете, управляете этой колесницей. И от того, куда вы направите, вот таких, кто тут, сфинксы, да, туда вы и поедете. Это говорит о том, что где ваше внимание, там ваша энергия. И вас высшие силы просто предупреждают, просят, молят, что выделяй свое внимание только туда, куда ты хочешь приехать. А это значит в позитив, в ваши цели, в ваши желания, в то, что вы чувствуете, то, чем вы наполняетесь, то, что вам приносит радость. Вот туда направляй свою энергию. А это значит убираете все негативные мысли, просто их, просто на них не фокусируйтесь. Даже если они приходят в вашу голову, вы переводите прям мысли в другое. А у меня есть вот это, а зато у меня там, не знаю, есть дети, а зато у меня там есть близкие, а зато у меня есть любимое хобби, а зато у меня есть животные, а я там скоро поеду отдыхать, еще что-то. И вот не даете, понимаете, вашему разуму фокусироваться в негатив. Вы управляете своей жизнью, а не жизнь управляет вами. Да, вот прям то, что я сказала. Иначе будет тяжелая ноша. Как только вы позволите вот этой ноше быть на вас, вы, как говорят, везут на том, кто везет. Вот либо вы едете на вашей колеснице, либо вы тащите вот эту вот тяжелую ношу в одиночку, без сфинксов, без повозки, без колесницы. Но это ваш выбор, понимаете? Тот человек сам добровольно на себя все это взвалил и тащит. Не выбирайте такое. Выбор за вами. Вы творец своей реальности. Что вы выбираете, такая реальность у вас и происходит. То вы и проживаете. Ну и, конечно, карта победителей и триумфатора. Что еще можно сказать? Этим все сказано. Выбирайте триумф, выбирайте победу. Выбирайте самые лучшие ваши мечты, ожидания, цели. И если вы фокусируетесь только на них, то неизбежно вы придете к реализации их. Это как вот вы садитесь в машину, да, и хотите поехать там, не знаю, в Сочи. И набиваете в навигатор. Например, Сочи. И дальше вы едете. Вы можете свернуть не туда, вы можете уехать там, не знаю, в какой-нибудь Усть-Урюбинск к друзьям. Вы можете 10 раз свернуть с маршрута. Но у вас в навигаторе забит Сочи. И когда вы видите, вы волей-неволей, вы рано или поздно приедете. Кто-то быстро, кто-то медленно. Но вы приедете в Сочи. А если у вас в навигаторе забито ничего, или я вот такой вот трудила, да, на котором все тащится, то именно туда вы и приедете. Или никуда, или вот в такую тяжесть. А вам высшие силы говорят, ты триумфатор, ты победитель, ты красавчик или куколка. Что еще? Да, вот он, посмотрите, огненный рыцарь. Ну, девушки, женщины, к вам скачет вот такой вот, вот такой огненный красавчик. Возможно, моложе вас. Или просто он, он такой страстный, он такой яркий, он прям горящий. Он к вам несется уже на всех парах, да, чтобы быть с вами. Для мужчин, вы знаете, переворачивайте, вы несетесь вот так вот. Вы зажглись чем-то, кем-то к своей куколке на всех парах. Летите. Ну и вот он, туз, шанс, возможность, яркая, интересная. Возможно, это то, о чем вы мечтали, то, что вы планировали. Может быть, какая-то поездка, может быть, там построить дом, начать какое-то новое дело, еще что-то. Это прям вот идея фикс, цель, которая уже, возможно, какое-то долгое время у вас в голове крутилось-крутилось, но никак не могла реализоваться. И вот высшие силы вам передают. Приходит время реализовать этот шанс, взять его буквально и начать воплощать в жизнь. И будет вам счастье, и будет вам радость. Возможно, этот шанс вы будете воплощать не в одиночку, а вот здесь втроем с подругами, с друзьями, с близкими. Может быть, тут сестры, коллеги, те, кто могут с вами разделить вот эту вот и энергию, и силу, да, туза мечей вот этого начинания, и радость, и счастье от достигаемых результатов. И посмотрите, на дне колоды король мечей, он тут же туз мечей, да, идея, идея фикс, такая цель, план. И вот, конечно, король мечей, он говорит, да, да, стратег, тактик, такой вот умный очень, с таким, знаете, ярким, может быть, даже холодноватым, но стратегическим умом. Может быть, кстати, еще профессии, которые связаны с металлом. Врачи, полицейские, повара, те, кто вот связаны с каким-то холодным оружием или просто металлическими предметами. Ну и выходит паж, паж огня, это новое начинание, да, тут шанс у вас по тузу мечей большой, и по пажу жезлов какое-то, может быть, ответвление, да, в этом вашем большом проекте. Какое-то новое начинание, новое начало, которое в дальнейшем может вырасти во что-то. Также это может быть ребенок, да, для вас проиграться. Может быть, вы хотите завести ребенка, может быть, вы сейчас беременны, а может быть, у вас уже есть ребенок, и что-то надо уделить время ему, или взять его в этот проект буквально, он вам что-то подскажет, прислушаться к нему, позволить ему просто быть в вашем поле. И карты говорят, и не надо тогда бороться, и не надо загоняться, и не надо вот так вот расходиться в две стороны, да, не надо думать, что жизнь – это какая-то бесконечная борьба, бесконечные страдания и бесконечное поле боя. Нет, это не так. Жизнь прекрасна, мечтай. Пусть даже со стороны люди говорят, вот, ты мечтатель, у тебя сплошные иллюзии, а вы мечтаете. Да, скажите. И тот, кто не мечтает, понимаете, у него в жизни не происходят чудеса. Чудеса происходят только у тех, кто их сначала у себя в голове представляет, сначала наши мысли, потом слова, потом действия, дела, и потом на физике все это получается. Да, не надо загоняться, не надо, не ругайте себя, не страдайте, не, знаете, уберите из головы вот этот вот внутренний диалог, я плохой или я плохая, когда мы начинаем там себя корить, себя винить, зачем я это сделал, или так не надо было, или так надо было, или даже не обязательно внутри себя, а с кем-то, вот с партнером, потому что карта ложится на туза мечей, что, может быть, вы начнете дело, и вас высшие силы предупреждают, что, или проект, ни в коем случае не впадайте вот в доказывание ситуации, в отстаивание своей точки зрения, бескомпромиссное, когда я сказал, вот так и будет, я так решила или решила, и все, и я не слышу никого. Так не надо, зачем? Это, ну, такая, не мудрая позиция, да, и Паш Пентакли, еще одно новое какое-то начало, еще одно начинание, может быть, для кого-то еще ребенок, или он так проявляется с разных сторон, ну, мне больше идет, что это какая-то новая возможность, потому что тут вот эта зона проекта, какого-то нового начинания, шанса, ну, возможно, вы входите в отношения, да, начнутся у вас отношения, и да, вы будете обсуждать, что мы хотим детей, или, может быть, у каждой из вас, у вас есть уже ребенок от первого, там, брака, у вашей половинки тоже есть ребенок, и вы как-то вот это вот обсуждаете, но, возможно, это будет сложно, понимаете, вот договориться, поэтому не спорьте, не доказывайте, просто позвольте жизни случиться, мир все сам расставит на свои места, гораздо лучше, чем мы можем себе представить, и в подтверждение, смотрите, по Песе, верховная жрица на дне колоды, конечно же, все, все тайное становится явным, да, истина раскроется, и по Песе, она, да, она таинственная, да, она сакральная, но она приходит, когда вам необходимо узнать эту истину, когда уже не раскрыть ее невозможно, но также это интуиция, слушайте свою интуицию, если вам подсказывает сердце, что проще, понимаете, там, женщинам, девушкам всегда проще согласиться с мужчиной и сказать, конечно, конечно, милый, как скажешь, и это настоящая истинная женская позиция, позиция императрицы, и дальше уже, ну, довериться своему мужчине тотально, понимаете, как он решил, пусть так и будет, А мужчинам, конечно, не спорите с женщинами, это дорога в никуда Ну и вот, туз кубков, вы видите, любовь, вы посмотрите, тут просто переливается уже Помедитируйте на эту карту Чувства, любовь, эмоции, они переливаются, вы видите, какая прекрасная карта Я очень люблю эту колоду, она настолько ярко и красиво разговаривает Ну и выходит сила в завершение, посмотрите, на все у вас хватит сил, абсолютно на все Для мужчин вы вот такие вот сильные, вы успешные, вы страстные У силы два значения, еще и сексуальность В этой сфере тоже у вас все будет прекрасно И бурные, бессонные, горячие ночи вам обеспечены Но и для девушек, для женщин тоже, ваша сила, никогда не забывайте, в вашей слабости Порой проще согласиться, да, и через нежность, через ласку, через любовь Все равно добиться своего Но это не добиться, это просто по-другому не может быть Любимые мои На этом я заканчиваю, но я хочу вам на... Сейчас я возьму какую-то колоду Вот, все ответы внутри на оракуле Хочу еще посмотреть для вас рекомендации Что вам хочет сказать Хотят сказать высшие силы через оракуле Так, склеились, не хотят Давайте по-другому сделаем вот так Они две Маки Яркая жизнь может привести к дурману и выгоранию Будьте осторожны Такая прекрасная карта И вторая Финиш До одних целей идти дальше, чем до других Но это не значит, что вы не дойдете Все достижимо Просто вам нужно чуть больше времени Это как раз то, о чем я говорю И говорила Что если у вас в навигаторе забита ваша точка назначения, ваша цель И вы всегда о ней думаете Вы фокусируетесь только в вашу цель Вот прям видите ее То на сто, на миллион, на тысячу процентов Вы дойдете до нее По-другому быть не может Главное Фокусируйтесь в вашу цель Фокусируйтесь в добро В любовь, в позитив Убирайте все негативные мысли И немного времени На этом, любимые мои Я с вами прощаюсь Ставьте обязательно лайки Пишите комментарии Как вам проигрывается мой расклад Не забывайте подписываться Если вы не подписаны Вся информация обо мне Как записаться на консультацию Как отправить донаты в поддержку канала Все это под видео А я вас люблю И желаю всем мира Субтитры сделал DimaTorzok